Привет зритель! У меня тут жареная курица, ну в смысле запеченная в рукаве со специями для курицы, с солью, но солью я так как-то покидала, я подозреваю, что мне придется вот этим использовать со своим соусом. Кошке я уже дала пожрать, чтобы она дала мне запустить камеру. Хавчик будет посвящен тому запросу, который все ждут, как не потерять хорошее настроение, когда у тебя все болит и ничего не помогает. Но у меня на фоне гора посуды и вот, ну короче, может быть видно, что это посуда, которая хочет помыться. Я не успела ее помыть перед тем, как спаялась курица, потому что я тут цветы пересаживала. Если что, можете глянуть вконтактике, на моей странице она открытая. Шкурка идет к кошке. У меня тут полотенце для вытирания рук, я еще фаршиваю, чтобы не усрать свою пижамку. Но она не пижамка, это домашний костюм. Я сейчас чуть-ка поковыряю курицу, чтобы не помереть с голоду. А потом буду ориентироваться на вопрос Юли, который она оставила еще и вконтактике, в этом точнее в телевизорке. Я даже как, там где-то есть у меня в чате скриншот Юли того вопроса, который она задавала еще к вопросам, с видео с вопросами, но там у нее что-то не сложилось, не дописалось. Ну и люди решили, что лучше пожрать и поговорить. Начну с того, что с детства у меня болела голова. Есть проблемы со сном были. Мама уснула, а я типа, мам, ты спишь, мам, ты спишь. Но она типа еще не уснула, а потом, мам, ты спишь, она спит, а я нет. У меня мигрень была, сколько я себя помню. И моя добрая старшая сетра, на самом деле она очень хороший человек. И в детстве я от нее тащилась и вообще на нее равнялась. И одна моя тогдашняя подруга, которая давно уже мне не подруга, очень осуждала меня за то, что я тащилась от собственной сестры. Но как бы родных у меня нет, она двоюродная. У нас всех воспитывали вместе, троих, иногда и четверых. Одна троюродная, а две двоюродные. Там еще есть троюродные, но я их видела, либо не видела. Ну, если так. Так вот, одна, когда она мне сказала на мои жалобы, что опять болит голова, она сказала, вот, Люля, однажды проснешься и у тебя ничего не болит. Прикиньте, ну, вот ощущение, будто ты померла. Ну, то бишь у меня то болел живот, потому что гастрит. То болела голова, чаще болела голова. Живот-то где-то с девяти болеть стал. Я тогда первый раз прилично так в больничке полежала вместо с маман. Ну и вот, как среагировать, когда ты жалуешься к близкому родственнику, там сестре, еще кому-то опять голова болит? А тебе говорят, ну, типа, уже бы привыкла, да? Что однажды проснешься и у тебя ничего не болит. Это было странно. Однажды, ну, у меня так было уже, конечно. Много раз однажды проснулась и ничего не болит. Думаю, надо же, блин, может я померла. Если вы по натуре пессимист, то дарахните себе, ну, случайно там... А, да, я еще искала всегда пятый угол в круглой комнате. Сама съем, тебе потом дам. Хотя вот она угомонилась, может, она уже не хочет есть. А то она тут прям залывала и везде лезла еще до того, как все это изготовилось. Ну, да и вот, если кого-то бомбить, что у меня там на фоне посуда, приезжай да помой. Я в понедельник ловила апеллисию впервые с лета. Такой конкретно сыровый приступ. И мне просто как-то было физически проблемно выстоять за мячом посуды. Хрящик сожрете, да? Жмут. Поэтому она у меня успевала скапливаться до того, как я ее умудрялась полностью вымыть. Хорошая кучка. Видите, соли хватает. Я почти весь бульончик слила в пиалочку. Потому что, ну, вот у меня на блюде таком, хотя там что-то еще есть. Но большую часть слила, чтобы оно из пакета не выливалось. Ну, так вот, я очень фигурно переживаю мелкую боль. Допустим, обрезала пальчик, стукнула пальчик, нашла пятый угол. Кровь из руки берут, из пальца. Во-первых, оттуда кровью я падаю в уморок. Во-вторых, блин, оно больнее, чем просто когда голова болит, особенно с третьей сутки подряд. Однажды, я сейчас рандомно буду говорить, а потом на вопрос отвечу, который там конкретно заводящий такой был вопрос. Однажды, 15 лет, летом, только я думала, что ты наелась, как ты опять хочешь. Сейчас тебе дам тебе. У нас бабушкин брат, тот, который подполковник, бывший, ну, короче, подполковник КГБ в отставке, который вместе с моей мамой погиб в том ДТП, где я случайно выжила и приобрела в довесок к тому, что было еще всякие там эпилепсии, вывихнутые шейные позвонки, сломанную левую руку в локте, трещину височной кости, кровоизлияние, где-то там в проломанной башке, я хрен знаю, слева, справа, не помню, ну, в смысле вообще не в курсах. Ну и зрение с минус 6,5 до минус 20,5, а сейчас с минус 13,5. Ну как, один глаз минус 13, другой минус 13,5. Левый лучок. Почему не делаю операцию? Потому что у меня была операция по остановке зрения, но как бы, ну, не составится. Нет риск быть совсем слепой курицей. Ну, у меня опущенный желудок, благодаря тому, как меня лечил один терапевт. анемия, благодаря тому, что вовремя этот терапевт не сказал, что у меня анализы херовые, хреновые. В общем, я куча всяких болячек. Гастрит там, желчный, желчью переполнен. Из-за чего, в принципе, в 9 лет и попала в больничку. В свое время там сердце какая-то еще хренатень. Ну, в общем, букет, а, детская карточка больничная у меня называлась «Гиблия». И мы с моей двоюродной младшей сестрой в свое время соревновались, у кого болячек больше. Ну, не всегда, чисто так, по большей части по стебу. Я давно пришла к выводу, а, может быть, изначально пришла, потому что оптимист, пофигистый оптимист. Что хорошее настроение, плюс еще мой приятель, подскажите, так считает. Хорошее настроение – залог здоровья. Так же, как хорошее здоровье – залог настроения. Ну, в смысле, хорошее настроение, значит, и боль переносится как-то легче. Моя мама была очень интересная женщина. Где-то мой сапитчик. Лет в 12 у меня первый раз приперлись эти самые дни, которые у людей припираются у женского пола. А постоянно пошли, наверное, в 14. Ну, установил по циклу. И она мне сказала, что вот болит живот, и так же к голове относится. Или болит – голова, мигрень. Можно лечь. Ну, обязательно надо было полежать, если голова болела, съел таблетку и полежи. Это потом у меня уже было. Мне надо было заставлять, чтобы я съела таблетку и полежала, а не поскакала дальше куда-то. В общем, съел таблетку – полежи. Лежишь и настраиваешься на волну боли. Если вы половозрелая женщина в период красных дней, то попробуйте настроиться на волну боли. Ну, какая она там у вас не бывает. Живот болит, у кого-то спина болит, у кого-то еще чуть-чуть болит. Ноги болят. Перемигрень настроиться на волну боли. И это не к мазохизму, конечно, относится. Но попробовать извлечь из этого некий кайф. Ну, болит оно или зуб болит. Особенно, если молочные отваливаются, а не молочные, и под них пытаются вылезти. Да, у меня зубная невралгия, межребельная невралгия. Помимо молочных, температура ниже плинтуса. Это после ДТП уже пошло. И так она, по-моему, не особо так была по жизни 36,6. Где-то меньше. Короче, когда у меня температура 36, или 36 для меня, она как для вас 37. Когда у меня 37, это как для вас 38. Ну, в общем, настраиваться на волну боли. Можно попробовать вот так вот. Подносите. Иногда ощущается, что вот здесь тепло сейчас ощущается, а иногда холод. Но это у кого как. Это еще и в это верить надо. Да сейчас я тебе дам мне это. Ладно, на стол не прыгай. Ну, давай я тебе крылышко дам. Ты же ешь обычно крылышки? Ты еще мясика какой-то попалась. У меня она, по ходу дела, спинкой вниз. Или грудкой вниз. Ну, короче, она тут как-то мяса мало, а там много. Я же тебе дам. Я же тебе дам. Иди вниз. Вон она. Можно ткнуть, что ли? Потому что как-то я ее так отсыпачиваю вилкой. У меня не получается в этот раз подрать. Ну, так, чтобы полностью косточка была. Я думала, что это ножка оказалась, это крылышко. Так вот, можно настроиться на волну боли. И она будет как бы меньше. После ДТП меня стали посылать к бабе, которая, к психологу, которая самой была. Если не к психологу, то к психиатру. Она мне как-то надавила со всей дурью на плечо. У меня в этот момент была мигрень. И сказала, а вот теперь у тебя что-то еще болит. И это отвлекает от боли другое. Я думаю, блин. Ну, можете просто представить на себе как это. И что бы вы подумали? И что бы вы пожелали такому? Особо одаренному отсутствию мозга человеку? Она потом просто, насколько мне известно, ушла из психологов. Куда-то в другое место. Наверное, поняла, что из нее психолог. Как из меня балерия. Ну, как меня туда посылали, думали, что я в окно выйду. Я высоты боюсь. В окно бы я не вышла. Ну, на тот момент, когда еще мама была жива, были некоторые знакомые. Там тоже дети этих библиотекарей. Один сам отправился. Другой тоже. Из-за сильной митрени. Я не настолько... Не знаю, как сказать. Ну, короче... Оно, конечно, бывает очень сильно болит, что уже и звуки раздражает, и спать не можешь, и ничего не помогает. Но... Би до крови я боюсь. И все остальное мне не гадит. Лучше жить, чем кирдык и уже не живой. Кирдык всегда успеешь. Так вот. Мне же нельзя еще быть на солнце при этом. Ну, как бы я загорала там в определенные моменты, когда вот можно выгорать. Ну, как-то я посидела летом 99-го года в тенечке деревни, в палисадничке на улице. И вот правая, что ли, левая нога у меня вот... Ну, вот сама стопа была 15 минут на солнце. А все остальное в теньке. И у меня началась дикая мигрень. От бытия на солнышке. И продолжилась она больше суток. Я помню, дед Саша и моя мама, и кто-то, наверное, еще, положили меня на покрывало. И на этом покрывали от нашего дома через полтора дома. Несли до машины, которая у деда стояла дома. Ну, тот дед, который у меня в прошлом году отдал богам душу. Деревенский дед. Муж бабушкиной младшей сестры одной из. Хороший был дед. Ну и, короче говоря, до 90-го полгода не дали. Меня отвезли в прилуке, в больничку. Ну, как больничка. Там где-то врать было или что-то в этом роде. И мне вкололи лошадиную цитата дозу какого-то отбитболирующего. Потому что тупо не помогало еще. Кошка, на тебе шкурку. И хрящик. Ну и мне хрящик попался. Я, конечно, могу сама съесть это крылышко, но если я его съем, он насаживет меня. Так что внизу. Даже там пишется, да? Аж 15 минут пишется. Сейчас я проверю. Просто я тут как-то вовремя увидела и не нажала. После того, как у нас тут кое-кто попрыгал. У меня там то ли, ну какой-то из лапсов мог быть. Сейчас все нормально. Так вот, мне вкололи обезболивающее. Ну и у меня пошло где-то, может там через полчаса или кипятого прошло. Но после этого я вырубилась. Так вот, болеть что-то. Это не значит, что надо сразу себя жалеть. От того, что ты себя зареешь, дитя. Ну у тебя не пройдет. Ну иногда оно настолько сильно болит, что у меня слезы произвольно текут. Бывает, что вообще ничего нельзя делать. Бывает, я пила пуэр в слоновых дозах. Или еще какой-нибудь чай. Пыр, кстати, он немножко снизил часть прихождения мигрени. Тут еще бульон на текло. Надо потом как-то перелить. Потом... Сейчас у меня какой-нибудь можно включить. Погромчик. Отвлекающее такое. Иногда болит так, что сосредоточится вообще нереально. И лежишь у меня. Проблема с этим. То ли я в свое время забыла, как отдыхать в воздря бабули. После ДТП. То ли еще что-то. Даже для сравнения. Когда мне делали операцию по остановке зрения в 13 лет, мне два месяца нельзя было ни читать, ни смотреть телек, ни все, что связано с глазами напрягать нельзя было. Хорошо, что это было летом. Плюс у меня белки были кровавые такие. Реально кровавые белки. Может, уж вы мне снимали под наркозом. По разным причинам. Для девчонка, которые делали операцию, ей снимали без наркоза. Это для тех, кто умеет... Кошка, тут что-то не живующееся. Линзы носить и вставлять. Я однажды видела. Я думала, я вообще помру от того, что это увидела. У меня тогда была знакомая девчонка. И к ней приехала ее подружка. Которая носила эти линзы. Мне тут до костей дошло. Чтобы это перевернуть, чтобы дойти до мяса. Точно ножки-то были с этой стороны. О, я смогла это сделать. И больно даже никуда не перелился. Кошка, тут это самая кожа. Бывает такое, что после операции простановки зрения мне нельзя было ничего делать. Вот такое вот. Меня это вообще напрягало. Я не знала, чем себя занять. Потому что большая часть того, что я обычно делала, была связана с глазами. Читать нельзя. Я была обзикнутая на чтении. На пианино, соответственно, играть нельзя. Потому что внутрь надо смотреть или еще куда-то. Любить или полежать и ни хрена не делать, наверное, кайфовали бы. А для меня это дикая проблема была. Соответственно, на велике нельзя было кататься. Вообще ничего. Практически. Ну и у меня тоже как бы проблема, когда болит голова. Хотя сейчас я уже понимаю, что в понедельник у меня был приступ. И если бы я, допустим, вместо просто лежать ни хрена не делать, решила бы что-то почитать. Или почитать что-то такое, где вот надо мозгами еще думать. Или еще что-то поделать. Мне бы стало такое еще хреновее. Так что-то оно не жрется. И как бы этот, если не второй бы приступ случился, то мигрень-то еще припрыгнуть до кучи. По-сильнее, чем была. С мигренью. После ДТП. Такими меня только обезболивающими не пичкали. В какой-то момент мне даже сказала, что типа, ну поэкспериментируй там. Мясо заболели. Еще что-то. Или какое-нибудь обезболивающее. Может поможет. Потому что они ни хрена не помогали. Я ел белотоминал. Малюсенькая такая таблеточка. Стреть ногтя. Помогала за полчаса обычно. Первые пару раз. А потом уже ни фига. Был какой-то период, что мне помогал только анальдин. Анальдин и бупрофин. Вот сейчас в принципе оно так и помогает. Не всегда, но больше шансов, что поможет он обычно. Нормально, чем что-то супер такое. Навороченное. Ну ли-ка я нашим голову помылась. Ну в общем, когда после ДТП то я лопала еще всякие таблетки, чтобы череп там с рост и все остальное. Нормально пришло. Соответственно обезболивающее. И там были очень иногда такие забористые таблетки. Ну слушай, дорогие очень. Очень сильные, очень дорогие. Толк с них ни хрена. Можно пытаться себя чем-то отвлечь. Творчеством там каким-нибудь. Физическим трудом. Если мозг болит и творчество никак. Так. Сколько? В смысле этот? Клящик. Кошка, вон тебе еще. Клящик. Можно через силу посмотреть какую-нибудь комедию, если вас прет от каких-нибудь там комедий. Ну как бы я к тому, что у меня не было никогда такой фигни, что ой блин, так болит голова. А она болит, знаете, не только лоб. Может болеть лоб, может затылок, может болеть вся голова. И там уже гораздо что угодно. Таблетка не помогла. Тайлаш не помог. Мазь какая-нибудь лавандовая из Таиланда, которую маминой подруге приволокли как сувенир. Она отдала мне. Не помог. Мухоморы же у меня на водке где-то стоят два года уже. Надо их как-то процедить и попробовать действие. В плане помазать голову. Водка на дуванчиках не помогла. Лапиностом или черникофортом на водке не помогла. В смысле помазать лоб. Этот массажный охренатень, который у людей мурашки вызывает, не помогла. На колючий коврик ложишься или колбу его прессовать, бачиваешь. Или мокрую тряпочку с уксусом. Уксуса нет. Просто мокрую тряпочку. Колбу, потому что он такой горячий, можно жечь. Ну в смысле жарить на нем что-нибудь уже. Не помогла. Попытки сконцентрироваться на линии боли, на эту струну боли не помогают. Можно делать что-то физически. Если надоело, допустим, лежать. Но когда я тайплю при мигрении, делаю клин при мигрении или монтирую при мигрении, во-первых, при монтаже я не могу сосредоточиться на собственном голосе или вообще. При тайпе я могу допустить такие ошибки, которые, когда перепроверяешь, думаешь, блин, как я вообще это делала. Я лето была. Но можно посмотреть, допустим, какое-нибудь инивер. Можно погулять, покататься на велике. Если погода зимняя, можно просто погулять на велике. Я зимой не езжу, в отличие от Миши Журовкова. Можно своя что-нибудь пожрать, но это если, допустим, вы совсем тормозите, то можно испортить продукты. Нормально ничего не выйдет. А если не совсем тормозите, но просто думать вам больно, что можно своя что-нибудь пожрать, можно убраться. Сейчас я, наверное, на вопросы попробую ответить. Так. Юлия. Ну, может, я тогда и начну. Первое. Как у тебя получается спокойно относиться к боли и не страдать, а держать ровный эмоциональный тон? Фон. Фон. Я тут его что-то усрала. Фон. 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 Ну, знаете, иногда, когда сверху в три часа молоточком хреначат, орут и буянят, или днем при этом какие-нибудь дети орут, и при этом мигрень, я вслух мотюгаюсь. Ну, или я чувствую, если что, я могу с кем-то поругаться, потому что я криво воспринимаю реальность, потому что у меня болит голова. Ну, когда живот болит, это как-то, мне кажется, не так влияет, когда голова болит. Или также, когда вот нога после судороги болит. Да, судороги у меня были с детства. Просто врачи такие феерические, они почему-то мне говорили, что судороги, это когда тебя вот вообще колбасит и пена из рта идет. Никто не говорил, что, блин, вот передернуло, это, блин, судорога. Первый раз я ее, помню, в четвертом классе ощутила на себе. Ну, это, наверное, не веках, потому что мама с папой тогда развелись. Я первый раз в обморок упала, когда мы с мамой пришли, не знаю, не помню, зачем, гости к моей первой классной, как раз в этот район, я у нее хлобысь в обморок. Потом я стала довольно часто падать в обморок. Иногда три раза за один, иногда четыре раза в неделю. Чаще четыре раза за месяц. Был период в 2011 году, я каждый день падала по пять-шесть раз в день в обморок. Моя подруга тогдашняя в Москве училась и работала. Ну, сначала училась, потом работала. Сейчас на ПМЖ, по-моему, туда свалила. Ей уже больше не выгодно со мной общаться. Надо было засловить ее кто-нибудь. Увидев, как она сейчас выглядит, я тоже бы подумала, что мне не выгодно с ней общаться. Ну, мы с ней как-то прерывали общение по ее инициативе. Потом снова общались. Потом она спокойно за перепугу решила, что я ее фанатка, подписчица и так далее. Человеку чердак снесло. Видимо, слегка. Чего вообще про нее вспомнила? Склероз, блин. Ладно, я вспомню потом. Можешь на монтаже вспомнить еще про нее. Вспомнила. Не, я сейчас сделаю так. Вспомнила. Так, сейчас я чутка вот так жила. Короче, был период в 2011 году. Мы с ней еще общались. Тогда. Ну, я ей жаловалась, что что-то я в умраке. Все, падаю, падаю. А она ругалась, что приедет из Москвы специально и отправит меня к врачу силой. Если я сама не схожу. После чего я стала лопать магнезию. Ну, как мне врач сказал, ну, типа, надо магнезию поколоть. А я такая бзикнутая на чаях была. Я почему-то подумала о магнезии. Это равно магнолия. Цветочек какой-нибудь. Я говорю, может ее в чай заварить? На меня смотрят ку-ку. Совсем. На меня некоторые лекарства влияли не так, как на людей. Ну, она говорит, ну, говорит, можно ее, типа, разводить. Магнезия обычно на людей влияет как? Выпил магнезию и побежал к белому другу летящей ласточкой. Не представляю, сказала она. Кто понял, кто понял. Кто не понял, загуглите. Ну, и, значит, это. И мне сказали, ну, говорит, попробуй, говорит, и приходи через неделю. Ну, поржали так, думали, что меня там это будет белому другу каждые пять минут нести. А мне нормально. Я ампулу, значит, там, пять миллилитров и десять. По-моему, десять миллилитров тогда было. Ампулу десять миллилитров на стакан воды. Хлобысь выпила, голова прошла. Судороги прошли, в обморок не падаю. Обалдеть. Вот так я и спасаюсь после приступа эпилепсии. У меня какой-то там то ли первый, то ли второй слабый тип. Я забыла, у меня есть книжка по эпилепсии. Редкий какой-то, короче, вот такой тип. Мало кого бывает, так же, как молочные зубы. Да, я уникум, бла-бла-бла. Ну, так вот. Настроение у меня крайне редко бывает такое совсем плохое. Нисколько плохое, значит, грустненько некому пендера дать. Но я пришла к поводу, что надо просто поспать. Можно поплакать, а потом поспать. Со слезами выходит эмоциональное напряжение, физическое и не очень усталость. Лучше не контактировать такие моменты. Поэтому мой приятель, с которым мы более 8 лет уже общаемся, надеюсь, когда-нибудь играет, пересечемся. Но не только по видеосвязи, а аудиосвязи. И текстовой связи. В принципе, если бы кое-кто умел нормально договариваться, мы бы и раньше пересеклись. Ну, не суть мне сейчас. Не об этом. Так. Косточка. Ребушка. Не отломилась, у меня со слева. Короче, когда у него что-то болит, он мне не пишет, чтобы не посраться. На пустом месте. Я так же сейчас делаю. Мы с ним прошли уже этот путь. Когда срались, потому что криво воспринимаем реальность. Ибо у него болит спина, а у меня болит голова. Ну, и потом. Моя мама настраивала меня на позитив. Ну, и я какая-то. Может быть, не сколько она настраивалась, сколько я настраивалась сама. Ну, в смысле, сама позитивная. Потому что однажды спросили, ну, какого я там вероисповедания, какого я там это восприятия жизни. И тогда я сказала, что я пофигист. Ну, как бы мне всегда было по-фиолетово. Чего обо мне думать. Может быть, это еще связано с тем, что моя мама была дважды замужем до меня, до моего рождения. И потом уже со мной. И одна особо одухотворенная соседка, как минимум две штуки на прошлой квартире. И та, и другая уже отдали богом душу. Одна, по-моему, при моем, еще бытие там на механке. А другая уже после моего бытия, с моего уезда на механке. Спрашивали периодически, а у трехлетнего ребенка. А какой это у меня по счету папа? Вот, знаете, хочется сказать, а вас это не матом, очень сильно волнует. А матом, я думаю, вы поняли. Даже, можно сказать, вас сильно сношает то, что вы спрашиваете у трехлетнего ребенка. Короче, ко мне было какое-то дофига внимания со стороны соседей. И всех, кому не лень. Поэтому и я стал пофигистом. Пофигистом и оптимистом. Я ведь уверена была, что папа Фаберлика будет следующим президентом, который остался тем же. И мой приятель с меня потешался. С моего оптимизма. Так, я тут курику, как это, странно ем. Нет, еще одна ножка осталась. Кошка наелась и свалила. На удивление рано. Сейчас я тут поверну мясико. Ну, потому у меня как бы, не знаю, не было такого. Что хочу сказать. Когда вот вы депрессируете, вот болит у вас там зуб, голова, жопа, нога, еще что-нибудь. А вы начинаете себя жалеть. У вас эмоциональный фон пробивает всякое дно. Во-первых, как с саможалостью ни хрена ничего лучше не будет. Только хуже. Во-вторых, у вас есть шанс посраться с близким окружением или с кем-нибудь левым. Если с кем-нибудь левым вам посрать, что вы посрались, то ладно. А если с близким окружением, то во-первых, придется тратить силы на... Ой, цветочек, прости, сейчас я тебя обратно поставлю. Тратить силы на то, чтобы вернуть как было. Ну, в смысле это, помириться. Объяснить, почему вы посрались. И не каждый готов принять то, что вы посрались только потому, что у вас что-то болело. Потому что, возможно, у того, с кем вы посрались, а тоже что-то болело, он просто не говорит об этом. Или, может быть, он, как я, каждый день практически отдаёт Богом душу, но нигде об этом не орёт. Поэтому негативные эмоции от того, что у вас там что-то болит, ну, да, болит, хреново. Ничего веселого в этом особо-то нету. Как бы не оправдание. Я её, наверное, сейчас... Сейчас я... А я просто уйду из кадра. Уберу пока её в духовку обратно. Ой, наступило набой на что-то такое. У меня тут чайная, да хрена, уже остыл. Вот это мы выкинем, а это мы в пакетик. Ой. Да, у меня ещё еда на руку лезет. Короче, у меня опущенный желудок благодаря... И анемия благодаря одной козе. Которую, по ошибке, почему-то до сих пор считают врачом. С терапевтом. Блин, забыла подругу угостить этим самым ростком бамбука. Маринованным. Так, надо сейчас прикрыть это. Застынет, уберу в холодильник. Можно будет сварить супчик. Которую поднётся, это нет. У меня же есть пирожки. Блин. Чёрт тигери, надо было кошки кидать это к её реге. Чтоб тут не долбаться. Пирожочки. Ой-ой-ой. Я, конечно, предполазала это пожрать без камеры, но да ладно. Пожу без камеры. Хрен с вами. Пирожочек. Его, конечно, лучше было бы есть тёпленьким. Но когда он был тёпленьким, мне совсем не хотелось есть. Тут все свои. Я буду его есть так. Такс. Верёный чай порошковый с молоком. Так вот, что хочу сказать. Плохое настроение только усугубляет вот вся вот эта вот чё-то там болит. Чё у меня там, уехала голова что ли? Ну как-то да. Паранойя головного мойка. Я всё думаю, что у меня сбилось и поехало. Пишется не так. Короче, позитив он всё равно как бы рождает положительную эмоцию. Положительные эмоции немножко улучшают эмоциональный фон. Эмоциональный фон слегка улучшает то, что у вас там вот это всё болит. Негативная эмоция ухудшает и без того негативную ситуацию. Я хреново объясняю. Если вы это осилите до этого момента и поймёте, дайте знать комменты. Да, Лёля, мы тебя поняли. Потому что при позитивном настрое, даже лёгкое улучшение, он чуть-чуть перестал болеть голова, не так сильно болит. Звуки не раздражают, на стену лезть не охочется. Стонать произвольно не хочется, слёзки уже не текут. Ощущение, блин, да я сейчас сдохну, тоже отпустила. При положительном настрое оно воспринимается лучше, соответственно, как бы легче пережить этот писец. А при негативном настрое, даже если у вас там чуть-чуть улучшилось вот это состояние боли, уменьшилось, вы тупо его не заметите. Проходила. Опытным путём. Так. 2. Боишься ли ты ухудшения, или всегда настраиваешься на улучшение? Знаете, у меня был такой писец в жизни. Жарище. А мне на жаре нельзя быть. Не только на солнце, но и на жаре. Я не помню, с котом я тогда была. Или без кота. Наверное, с котом. Потому что Маруся ласты склеила в шестнадцатом году осенью. И чтобы я не была одинокой в трёхкомнатной квартире, моя тётя решила, что мне надо кота. У меня случился кот. Который случился потом с толкушкой. Ну, так вот. Я, наверное... Может, в семнадцатом году, может, в восемнадцатом году летом. Жара. На перекрёстке. Ни лавочки, ничего. Пытаюсь уехать из деревни. Этот газ ползучий, ублюдочный водила. Забыл, что ему надо ехать в город на вечернем автобусе. И куда-то свалил. Где-то часа на полтора. Все сроки автобуса оттуда вопрошли. Я пришла специально пораньше. Как бы видела бы, что он туда прошёл. В смысле, не видела, что он туда прошёл. Но по времени он туда только-только прошёл. Он прошёл раньше, чем надо. Народу никого. Раз народу никого туда, то, видимо, обратно тоже никому ехать не надо. Мне плохо от жары. У меня ампула в рюкзаке, за который надо лезть и с водой. Воды тоже мало. А я звоню родне. По всем возможным номерам, кому только можно. И хоть бы один человек дал трубку. Никто не берёт. А я позвонила подруге, у которой такая же проблема, как у меня эпилепсия. Лыка не вижу, еле держусь вообще. Чуть и не на асфальт жопой села. Объясняю ей. Что у меня за проблема? Что, как бы, насчёт автобуса узнать, есть он там или нет. Если нет, то обратно в деревню поскочу. И прошу её позвонить моей родни. Вот я звоню. Мой номер не берут они вообще. Я не знаю, чем они тогда думали. А её номер как левый. Взяли. Позвонили, значит, жене моего дяди. Она позвонила или сходила, фиг знает, узнала насчёт, был автобус или не был. И только после этого эта сволочь вспомнила, что он как бы на рейсе и надо ехать обратно. Я на автопилоте. Я не знаю, как я забралась вообще на автобус. Мне было... Я раньше стеснялась эту ампулу-магнезию бодяжить в рот. Я разбодяжила эту ампулу-магнезию. Фигак её в этот... В рот. Она горькая же, сволочь. Как водка, блин. Да, я однажды пробовала несколько раз водку. Один раз потому, что замёрзла, выполняя чужое поручение, ездя в Ярик. И чтобы я не померла с холодом, мне дали в стопку водки и сказали залпом выпить. Ну и гадость, как её люди пьют пиздец. Так вот, магнезия, она горькая. Я магнезию в рот. Потом... Или в бутылку, вообще уж не помню. Может, это 18-й вообще год был. Когда эти пластиковые ампулы появились. Или у меня аспаркам тогда был. Я что-то не помню. Или аспартам, аспаркам. Ну, похож на магнезию, только в таблетках. Я забыла, как его правильно назвать. Короче, я её хлобысь водой запиваю. Мне вообще посрать людей, которые на меня втыкают. Раньше у меня было как-то стрёмно. Я тут что-то пью. Может, я наркобан. В отделе отдала деньги. И человеку говорю, что он, наверное, 18-й год уже был. Когда-то мне перезвонили, что им звонила моя подруга. Сообщить вот такую ситуацию. Типа, а чё такого? Вот знаете, просто ничего такого. Всё весело, блин. Я тогда так негодовала. Причём я помню, что я ехала в город именно потому, что меня попросили вернуться в город. Потому что им что-то надо было помочь, а не мне. И я прошу, чтобы меня встретили, потому что я понимаю, что я даже не оселю выйти из автобуса, чтобы взять такси. И мне как-то так вот, типа, ну... Да ну как-нибудь сама. Не, меня в итоге, конечно, встретили. Я выслушала всякого дерьма на этот счёт. Это единственный раз такой был вот с подобным приколом. Ну, я реально думала, что сдохну. Это по поводу ухудшения. В деревне тоже был как-то такой прикол. Дальняя родственница моей родни из одного красивого дохрена города прискакала к ним гости. А они вместе с ней ко мне в деревню. Я не знаю зачем. И я несколько дней назад плохо себя чувствовала. Мне надо было, соответственно, убраться, чтобы всё идеально было. Даже там вот, ну, крупинка на столе хлебная. Друг кого-то прибомбит от этой крупинки. Потому что я протёрла, но её не заметила. Однажды был такой, что... А, у тебя тут как? Ты живёшь... Обычно выслушиваю те, у кого у самих дома срач побольше моего. Короче, у меня случился приступ ночной. А перед этим я ещё поела какого-то фрукта. То ли... То ли я... Кусок дыни привезла с привлок магазина. То ли арбузом меня угостили, фиг знает. Короче, у меня случился приступ эпика вместе с ихтиандром. Где-то в четыре утра святая оттарала. Я, конечно, умудрилась всё это убрать, но когда они приехали в Ранищу в десять утра. С учётом, что я почти всю ночь отдавала богам душу. И, в принципе, было пострать, что я тут отдавала богам душу. Я очень стараюсь не сказать то самое слово, от которого, может быть, она не станет у наших людей. Не пойдут диванные войны. Меняла религию, короче. Меняла я религию. Зеленуха тут залезла. Но чувствовала себя отвратно. После ДТП меня пичкали всякими таблетками, которые мне вообще как бы ни к силу, ни к городу были. Некоторыми меня пичкали так, чтобы с расчётом, что я на них подсяду и буду хороший такой клиент у врачика. Регулярный. Ну, я не знаю, как сейчас, тогда же это, сколько мне пациентов придёт, столько тебе бабла, а потом и отвалит государство за твою типа работу. Ну, в общем, меня пытались посладить на всякие такие типы. На зипа, прочую хренотень. У меня от них температура-то и стала 35,5. И я ходила в обмороке. Так вот, я научилась ходить в обмороке. Хотя, бывает, знаете, такой совсем обморок. Я сегодня подружке объясняла, она говорит, а как живут, если ты одна? Я говорю, ну, в деревне у меня как-то было. Я говорю, как бы пережила. Самый, говорю, жуткий момент, что хочется и то, и другое. Либо, ну, как бы ногу сколбасила с удорогой. Очень сильная боль. И два варианта. Можно дойти, пока ещё есть силы, на автопилоте до ванны и под холодную воду попытаться эту ногу сунуть. Но есть шанс, что можно долбануться в обморок прямо там в ванной и башку себе разнести к чертям. Либо под этих дверях переть её, потому что она у меня изнутри запирается. Если изнутри заперта, то снаружи не откроешь. И доползли обратно до кровати и попросить помощь дала. Так вот, обратно до кровати я шла вот эти белые точки со всех сторон. Я вообще не знаю, как я зашла. Ну, в таком обмороке я тоже могу ходить. Я как-то в полуобмороке возвращалась из сада, потому что у меня опахали и никого особо не волновало, что я себя плохо чувствую. Мне сразу начинала вайкона сходить ко врачу. Может, надо не докапываться на человека, когда он в полуобмороке уже пару раз присаживался и магнезии две штуки выпил. Я ехала в полуобморок с головокружением на велике, нормально доехала. Никто меня не съел, никого я не сдолбанула. Мама мне ещё всё время продвигала такую тему, что йоги могут мало есть и долго жить, но и долго оставаться сытыми. Я, оказывается, пиложок с луком. У меня тут в последнее время что-то, хоть я и люблю с луком, пирожок с яйцом и луком, но последний раз у меня тут был суп с луком. Я сама красила лук. И в другом месте был суп с луком, который уже, или салат был, салат был с луком. У меня потом каждый раз своё обострение. Оно так намекало, кто-то такой щедрый лук нам дал второй день подряд. Я раньше очень любила зелёный лук со сметаной. А потом в детстве с мамой в деревне что-то, по-моему, было. Я два тазика наехтиадрила. И после этого уже долго-долго не ела лук со сметаной. Печаль. Блин, и этот так же. Главное, не помру на 9. У меня из-за опущенного желудка бывает отрыжка. Причём, если она прошла, ну не всегда бывает, но когда бывает, значит это. Если она прошла, значит белому другу ей подбегу. Их тяжи кормить не будут. А если не прошла, то писец. Ну кого там опять что-то принёс? Ну блин, выходят замуж, нас меняют фамилии. Когда он кто-нибудь выставит какой-нибудь коммент или лайк и думает, что это за баба. Хорошо, мужики? Редко меняют фамилии, когда жрятся. Так, боишься ли ухудшения или всегда настроение? Настраиваешься на лучшее? Ну как бы в моей жизни физической боли и приступов было таких писецов ужасных очень много, что я наверное уже настраиваюсь на лучшее. Потому что мигрени у меня сейчас не так часто бывают как раньше, допустим. Бывало это иногда, что неделю болит. А раньше было, допустим, она и две недели болит. Сильно, не сильно. Причём как, с детства она у меня болела, как она каждый день болела. Она чуть-чуть, но болела. Иногда сильно болела, иногда она слабо болела. Ну не было в детстве такого дня, чтобы мне не болела голова. Вот как раз этот прикол старшей сестра, что Лёля однажды ты проснёшь, что у тебя ничего не болит, считай помер. Ну что нормально, что тогда у тебя болит, значит ты живой. А когда ничего не болит, значит помер. Да и в целом свою историю, с чем сталкивалась и как справлялась морально, и что помогло выработать такой настрой. Она, наверное, с этого начала. Блин, пирожок, ты вкусный. И ты вкусный. Ну, я чую, что я из зелёного лука. А, я их потом дожду. Завтра. Тупая идея, это сейчас уже 12 минут 11 ночи. Ну, 10 вечера. А я только ужина села. Беру, потом сажу. У меня тут есть ещё вкусняшки. Сейчас, наверное, вот туда ещё можно вайтик даже есть. Ну, я хотела сама сделать. Ну, в итоге, что-то, в этот месяц, последние 2 недели столько денег брохнуло на воротку. А, Ульяна, спасибо за донат. Ещё и чай я сегодня купила. Я купила почти на 1300. Две штуки. В общей сумме 250 грамм. Японского, с японского магазина, салон. По отзывам, с нормальным сроком годности. Вообще, я хочу чай, который стоит почти 2100 грамм. Он, конечно, до хрена перья, это самое, с завышенной ценой, потому что это обычный супермаркет японского. И он столько не стоит, даже с доставкой до сосисей. Но, именно он более-менее похож на мочу, которую мне Никитос присылал. И почему-то вот порошковый пакетик, патекированный чай 100 грамм. Сынтя плюс матьтя. Меня такой Никитос присылал с чистодельными пакетиками. Причём качественные пакетированные чаи в Япи. Стоит в 3-4 раза дешевле, чем те же самые 100 грамм. А ваше киеве. Ну, липкое. Надо же, я сожрал и больше не вижу. Что ещё-то там сказать? Мне, наверное, сейчас тот скриншотик откопают по чату вверх. Может, там что-то ещё наводящее было. Такие моменты бывают иногда, когда вот реально ты один, или как я с котом была ещё на тот момент. Или в деревне у меня было тоже как-то фигово. С одной стороны, там ещё и связи-то никакой нету. С одной стороны, нет. Ещё был уже. С другой стороны, соседка. Не факт, что соседка ко мне бы пошла помогать. Чай крепкий, сладкий, с сахаром чёрным сделай, да? Потому что, ну, во-первых, одно дело, когда тебе человек говорит, я тебе помогу, только попроси. Другое дело, когда доходит до дела. К тому же, тут много раз было уже, вот, я тут лежу, помираю в очередной раз. А помощь зала говорит, что у них более важные дела. Зато, когда помощь из зала нужна моя помощь, пофиг в каком мне состоянии. Делай, хрен ли. Не, был, конечно, во вторых момент такой, что человек забыл ключи. Я всё равно собиралась на улицу. Мне даже дали время, за которое я осилила собраться и договаривать со своей хромой ногой, потому что она болит и не разгибается. Но когда, блин, потом по телефону сказали, объясняя, почему я попёрлась оттуда, было это предоставлено другому человеку, было это сказано, так, а ей уже хорошо, блин, а я еле еду. Такое нахрен хорошо. Из-за этого у меня вся неделя к чёртовой матери. Я ничего не осилила, не тает, полстраница только. Ничего, ну, онзыв один, потому что дедлайн случился. Точнее, я вспомнила, что надо было этот онзыв дать ещё три дня назад. Нормально посуду не осилила, помыть. Я вчера, правда, ванной отмокала, я так поняла. Так кайфовала, думаю, на хотя бы раз в три дня отмокать ванной. А, да, мне ещё это. Я стабильно всегда ныряла в ванной. Здесь я стараюсь сделать воду такую, чтобы не нырнуть. Правда, один раз я уснула в ванной, хорошо, не нырнула. А там, на механке, бабушке за это небольшой, но плюс. Я то дет проверял, то бабушку, мама проверяла стабильно. Муж, что я могла нырнуть в воде. Вот мне надо было принимать ванну с солью, но при этом нельзя было, потому что я ныряла в воде. Ну, когда я ложусь в ванну, 38 этих градусов, да, птички, был вульк. И я в ванной лежала, бабушка стучала мне в дверь в ванной на механке, и спрашивала, ты как, ты живая там, ну, типа, не нырнула его, нет, не нырнула. В этом, может, плюс того, что с кем-то жить, но я уже как-то приноровилась, и я не ныряю. Или просто, когда я чувствую, что хочу в ванну, но есть шанс, что я нырну, то я не делаю ванну, я делаю душ. Ну, сувание рук под холодную, под горячую резко воду. Вообще, чаще под холодную делаю, когда вот голова болит, под холодную воду руку сунуть. Или голову помыть холодной водой. Моя мамана, у нее тоже была мигрень, у бабушки тоже была мигрень, но до определенного возраста. У маманы была мигрень за всю ее жизнь, все 37 с хвостиком лет, почти 38, потому что она отдала богам душу 8 октября, а 9 декабря у нее было бы 38 лет того же года. Она под горячую воду сувала голову, ее ифтиандрила, когда мигрень была периодически, а меня не ифтиандрила, неопрянь и редко ифтиандрит. Ну, необычно как, начинал болеть живот, потом продолжала болеть голова, это вот с 9 лет. А раньше до 9 лет просто голова болела. А теперь начинает болеть голова, может и живот. Вспомнить так этот желудок, там гастрит, панкреатит, переполненный желчью желчный. Может так-то так вспомнить, о, что там голова болит, лежит, да? Надо и мне поболеть. У меня с детства эти долбанные внутрикостные боли, я не знаю, как на самом деле это называется, мы с мамой так их назвали. Это когда, вот знаете, вы лежите, у вас вот может рука вот так заболеть внутри, вот будто в кости, вот так вот по центру. Одна заболеть, вторая нога до колена, или от колена до стопы может болеть. Блуждающая боль, начала болеть голова, потом начала болеть рука, голова прошла. Потом что-то еще заболело. Хрен знает что это. Ну, как бы уже привыкаешь, когда что-то болит, вот когда ничего не болит, это вот реально так, так как-то странно себя чувствуешь. Хотя потом привыкаешь к тому, что ничего не болит. И когда начинает болеть голова, так в течение трех дней думаешь, блин, фига себе, у меня такие боли были. А, я же хотела скрин найти. Так, как его найти-то, блин? Наверное, по чату. А, может, как вообще тут? Картинка где-то есть? О-о-о, я нашла его, грузить животное. Лёля, привет. Вопрос, поделись, пожалуйста, как тебе удается сохранять позитивные настроения, если что-то не так со здоровьем. Как происходил процесс принятия? С рождения приняла. Родилась уже с меградью. Кто-то, испытывая частые болевые ощущения, может впасть в депрессию, опасаться будущего, вдруг станет еще хуже, поменять стиль жизни, а ты достаточно с оптимистичным настроем говоришь о проблемах со здоровьем. Как легко, нелегкомысленно, а достаточно легко к этому относиться, переносить и не впадать в депрессию, а надеяться на лучшее. Я вообще считаю, что депрессия, реальная депрессия, это вот у меня мама умерла, я впала в депрессию. Ну, кого-то, может, муж, жена бросили, там, впали в депрессию, если там растворялись мужики в бабе, в ком-то еще. Можно, допустим, принять депрессию. Послеродовая депрессия бывает у тех, кто рожал. Там, выкидыш какой-нибудь женщины, она может впадить в депрессию. Смысл жизни потерян, если всю жизнь работал на одной работе, тебя уволили. Ну, может, там какие-то слабые духом люди, если я кого-то задела, можете, папа, поболить в каменты. Я считаю так, что слабые духом люди, они... Ой, у меня... Я был весь такой крутой позитив. У меня там какая-то болень, которая ни хрена не вылечивается, но при желании можно вылечить или попытаться продлить как-то себе жить. Все, а я буду весь такой недовольный, негативный, на всех срываться и себя жареть. Это не депрессия, это долбоклюизм. Так, потому что, в принципе, ну, еще такой настрой. Вот мне хреново, а кому-то еще хуже. Ну, давайте этот, шаблонный, там, дети в Африке голодают, да. Вот для сравнения просто, что кому-то может быть еще хуже, чем мне. Хотя бывает такое, что думаешь, ну, как бы понимаешь, что хуже, чем мне, вряд ли кому-то могло бы быть. Именно на тот момент жизни. Но не обязательно на этом циклиться. Так, как проходил при соисприятии. Можно поменять стиль жизни в том плане, что лучшее, допустим, вот, ну, как бы я понимаю, что если я буду жрать сладкое на ночь, как не в себя, то у меня потом будут проблемы с пищеварением с удреца. Поэтому после сладкого на ночь можно сожрать чайную ложечку меда. И зеленого чая с молоком. Хлорина, ну, где у меня, кстати, мед? Можно заняться спортом, самым минимальным. В детстве я этим, как бы, была, ну, кроме велика и лыж, у меня ничего такого не было. Во-первых, я не умею плавать, потому что боюсь воды. Во-вторых, на физе у меня большую часть времени была справка освобождения. Но нам такие аферические физкультурники были. Вот человек не может перекувырнуться. Я сделала вот этот кувырок, а потом минут 15 у меня голова кружится. Ну, включи-то свои тупые мозги, ё-моё. Если у ребёнка вот такая фишка. Или, допустим, я боюсь высоты и не могла нормально полезть по этой рестнице. Я не считаю выходом из ситуации запереть в закрытом шкафу человека, у которого клаустрофобия, как психолог школьный. Моей мамой кто-то на уши настучал, и она решила свести меня в начальном классе, в школе, в классе, наверное, может, в четвёртом, психологу школьному. Она решила, ну, там, я боюсь бабочек, я боюсь, значит, там, вот этот пространство, я боюсь воды. И она мне сказала, представь, что ты в лодке, лодка переворачивается, ты в воде, ты тонешь. Я думаю, блин, я ещё тогда мелкая подумала, ты дура, что ли? Я не помню, как ей хватило мозга это не сделать, но она предлагала меня запереть в шкафу, чтобы посмотреть, что со мной будет. Ну, закрытый шкаф, вот это практически в гроб живого человека положить. Так вот, у меня были, как бы, со спортом я не очень дружила, потому что то одно болело, то другое болело. Позволь операции по остановсижению, вообще, по-моему, год нельзя было заниматься нищим. Поэтому, когда в деревню я ездила только на велике, когда мне племянник сказал, а что, говорит, ты не купишь себе велик, чтобы идея была. Я в 17-м году её купила, который сейчас в деревне. Мои приходы раз в месяц стали более, менее болезненные. У меня стало меньше болеть голова. Спорт минимальный. Когда я шастала на эту площадку, правда, до того момента, пока, ну, дорвалась называться до этих тренажёров силовых, когда меня потом сколбасило так, что это упадок сил почти полный от физической нагрузки, неуственной, что тебя везде таскают, что-то хочется делать самой, а тебя запрягают делать что-то другое, и желание сказать нет как-то есть, но сказать нет не доходит. Наглости нету сказать нет. А именно от этих самых. Я на полгода забила тогда, как бы. Ну, потом ещё на года полтора, наверное. А вон там одно время алкаши нашивались, как-то стрёмно туда было идти. Я вообще недавно поняла месяц назад, что я до сих пор боюсь алкашей. Ну, ты спускаешься из гостей в подъезде, а там лежало до этого пьяное тело, и тут это пьяное тело поднимается. Ну, хрен знает, что этому пьяному телу взбредёт башку. Возьмёт да проломит мне мою башку. Она и так уже была проломленная. Блин, такой стрём. Если менять те жизни, то пытаться в минимальный спорт, если вы до этого не занимались. Или менять там это как-то чуть-чуть в диете что-то. Потому что, в принципе, когда мне 9 лет случился этот гастрит, холецистит и прочая требуха, ну, вот этот желчный, переполненный желчным, желчный переполненный желчью, мне надо было жрать тушёные овощи. Зелёный чай, который я сейчас люблю, так и вообще ненавидела. Я не поняла, как его пьют, он горький, такой противный. Я чай-то тогда пила чёрный, по цвету как зелёный, он назывался ослиная моча, родственниками и друзьями. И он был холодный. Потом надо было эту тушёную красную рыбу жрать. Ненавидела. Ещё что-то. В общем, всё то, чего я как бы не могла есть вообще изначально. Сейчас как бы нормально. Тогда надо было перейти вот на такую еду. Это было, конечно, очень проблемно. Но по разным обследованиям надо было пожрать, чтобы уменьшить негативные последствия этих проблем со здоровьем. Или вообще свести их на нет. Это, ну, то с выдрубой. Длинная, наверное, видео-забота. Вот в таком случае, да, действительно, надо менять этот стиль жизни в плане чуть-чуть добавить спорта, чуть-чуть сменить диету. Диета – это не только, когда вы пытаетесь похудеть. Ну, знаете, если у вас пожизненно дохрена проблем со здоровьем, то у вас два варианта. Либо вы ноете, ой, блин, проблемы со здоровьем. Может быть, ещё хуже. Да я там помруся однажды, когда не вытаскиваю. Если уж совсем так грубо быть, да? А если чуть-чуть изменить свой какой-то образ жизни, допустим, жрать, если у вас эпик, и вы не хотите сидеть на таблетках, которые вообще с эпиком никак не связаны. Потому что в России эпилепсию изучать стали, не знаю, может, последние лет 10. Ярик, я знаю, что появился врач-эпилепсиолог. Платный, вроде как. А в Америке и в других странах более развитых на тот момент и почему-то... Я вот сегодня подруге говорила, я не знаю, почему вот это. В Советском Союзе и потом не брали на вооружение исследования других врачей, тех же американцев, например, русских, относительно эпилепсии. Раньше же всех, у кого эпилепсия, посылали к психиатру. Где психиатр, где эпилепсия? Эпилепсия может подвергнуться любой совершенно человек, даже очень суперздоровый, если его ввести в определенные рамки. Супер физической, эмоциональной нагрузки. Так вот, курага, куриная грудка, либо куриное просто мясо, либо даже просто свиное мясо. Ну вот я говядину не очень, раньше я как-то свинину не очень, а теперь говядину последние лет 15, но очень. Если вот мне кахлеткой угощают, она свинина, говядина, я ощущаю ее там. Я иногда покупаю свинина, говядина, фарш, но иногда вот бывает кахлетка говядина, я понимаю, что это говядина. Она вот прям как-то у меня вот попадает в желудок и говорит, ой, я к вам пришла, сейчас буду буядить. Короче, на приход женских дней я стараюсь жрать мясо, потому что я знаю, что если я не съем мясо, я могу словить этот долбанный приступ, даже если я физически, морально себя ничем не загружала и нормально себя чувствую. Даже если не полноценный приступ, ну не эпика, у меня может быть просто судорога, я могу просто свалиться в обморок, у меня может быть заболеть голова, свалиться в обморок и лежишь такой. Я сегодня подружке объясняла, я говорю, тут заметила с собой, когда у меня просто какой-нибудь приступ, упадок сил называется, да, или еще что-то, обычно на каждомесячные дни приходится, обычно так вот с ними, потому что вот, ну, чуть-чуть спорта, чуть-чуть другая диета, оно как-то легче это все переносится, оно приходит именно раз в месяц. Причем бывает так, что не всегда раз в месяц, иногда раз в два месяца приходит. Так вот, когда мне хреново, я такая лежу бледная, для долбоклюев, которые обсуждают цвет моей кожи лица, и имеют при этом бледную кожу лица, ну, не смуглую, я, наверное, поэтому с таким цветом нормальный, для них вот то, что я бледная, для них нормальный цвет кожи. пардон, вот как раз то самое. Я, правда, не поняла, кто из меня пытался выйти. Может быть, лук не будет отрыгаться. Так вот, я лежу, если мне совсем хреново, я говорю, очень тихо. Но при этом я могу, если у меня совсем хреново, я могу передвигаться, я говорю, очень тихо. Кошка тут шарахалась, мне как-то хреново совсем, я говорю, кошка. Знаешь, смр такой конкретный. Еще тогда подумала, блин, вот смр бы сейчас так писать. Главное, чтобы обморок не свалится по пути. Если я совсем-совсем хреново, я лежу, потому что встать я вообще не могу, чтобы сделать себе крепкий сладкий черный чай, чтобы не откинуться. Я могу вызвать помощь зала. Два варианта. Я не могу говорить вообще. Я пишу ватсап человеку, говорю, человек, вот ты дома, а я вот тут помираю. Дверь смогла открыть, а дальше не могу. И мне говорят, что если не дома, то сейчас напишу, типа, близкому другому родственнику. Близкий другой родственник прискакивает ко мне, в последний раз это мне человек пришел с термосом в термосе чай и объяснил, что чай только что скипел, поэтому, чтобы не тратить время и не геморриться, забояжила чай у себя, добавила сахара, пришла ко мне, отрядила мне кусок хлеба, вот не помирай. Спасибо. Второй вариант. Я могу говорить, но я говорю заикаясь. Так полудохло заикаясь. Совсем последний вариант недавно заметила, как раз когда в понедельник приступил. Я не знаю, смогу я сейчас изобразить или нет. Я подруги изобразила, говорят, ты так выглядишь, как моя бабушка Маруся говорила, иногда так она. Я попробую изобразить. Можете поржать. Это для тех, у кого негативное настроение, когда они помирают в очередной раз. Кстати, фраза, помираю в очередной раз, я ее подцепила из какого-то интервью в каком-то музыкальном журнале от Ози Озборна. Можно, конечно, она выглядела по-другому, ее так перевели на русский, он так не говорил, но как есть. В общем, лежите, вы помираете в очередной раз. И у вас должны быть позитивные эмоции. Да, кстати, если вам не хватает позитивных эмоций, после этого видео не хватит. Когда мне грустно, я читаю сказки у костра. Там, очи пятки, я их давно не редачила. Я читаю, я читаю, этот пьяный ежик, я читаю еще какую-нибудь дичь, которую я писала, когда был в форуму Глючруи, вот эта тема, угадайте, кто ли сказки у костра, ник у меня был виртуалкиллер, спинка подруги. Я-то думала, что я там эльф, пока не пришла на разливчик, а потом оказалось, что я там вообще под другим ником. Но этот ник тоже рожался вместе с ней. Тоже такая-то, типа, подруга, пока выгодно. Ну да, это плохие льзы. Не залили нифига. Мне бывают моменты, что мне хочется написать тем, с кем я когда-то раньше общалась, они меня это, слили, приперлись, слили, приперлись. А потом думают, нахрен я вообще-то, уж лучше никаких подруг, чем такие, как они были. Никаких друзей, чем такие, как они были. Сейчас я попробую. На три тона ниже. Блин, как же, я смогла сегодня сымитировать саму себя с третьего раза, Ирке. Ты нова? Вот что-то такое было. Готов, гонца провалан, что случилось? Что-то мне хреново, причем это еще медленнее в разы. Потом мне через пять минут позвонили, потому что человек всю минуту не мог прийти, в разных обстоятельствах. Не, я, конечно, понимаю, что можно бы было сделать так, что она бы пришла, но приоритеты перевесили. Я уже привыкла к тому, что приоритеты перевешивают. Иногда мне, когда очень сильно хреново, я понимаю, что я сама не смогу себе сделать этот чертов сладкий крепкий чай. Пару раз я никому не сообщала, а потом мне так получалось, что узнавали, и говорили, а что же ты не сказала? А что бы услышать, что, ну, ты же не совсем помираешь, блин, да? Зато, когда им что-то надо, вот, ну, беги, делай, пофиг. Я стала в ногу, я стала говорить, что я не могу. Даже приводить самые дебильные примеры, почему я не могу. Потому что, знаете, ну, декапывая, достает это, когда вот ты человеку готов помочь, даже когда тебе совсем хреново, а когда тебе совсем хреново, пять минут дойти, специально в этот район переехала, чтобы можно было за пять минут дойти. А тебе это, а там, ну, а там какой-то очень странный приоритет. В общем, через пять минут мне перезванивают, и я уже говорю, заикают, мне говорят, о, да ты уже хорошо себя чувствуешь. Я думаю, вот песец-то, да? То бишь, самый уровень нища по песецу физическому я прошла в понедельник. Я узнала от саму себя и поняла, что когда мне совсем хреново, я говорю каким-то очень тоненьким, медленным, очень тоненько-медленным голосом. Высоким таким. Когда мне не очень хреново, я говорю медленно и заикаясь. Когда мне третья степень хреновости более-менее хреново, я говорю шепотом, когда мне четвертая степень хреновости, я тупо не могу говорить. И пятая степень минимальной хреновости, я полежу чуть-чуть или посижу, посижу обычно посижу, мне хреново, я оботяжу чай. Я силю сделать этот чай, а потом пилю полежать. Как легко не упадать депрессию. Надеяться на лучшее. Ну, смотрите, люди, даже вот я вот недавно узнала, что мне совсем хреново. Я думала, я ласты склею. Я вроде как ощущаю, что я пить хочу, еще что-то хочу, и мне эта нога дико болит, вообще жуть. Не разогнуть ее, это адская долбанная боль под коленкой. Я сейчас думаю, если ко мне придут и будут выносить мне мозг, что типа надо жрать таблетки, надо сходить, еще что-то, надо еще что-то. Я думаю, блин, вот я в начале года сказала, я буду рано вставать и рано ложиться. Эта неделя прошла с того момента. Ой, зайди к нам в 10 вечера. Знаешь, я уже полдесят воложусь вечера. Нам что-то надо помочь. Вот сию минуту, блин. До 12 у нас проторщи, полуживая с компом. Покер на все. Минимальный мат, я думаю, никто не поврет. К тому же YouTube сейчас позволяет этот пару слов к нему долбануть. не отходя от тематики канала. Соответственно, я ложусь поздно, потому что мне надо пару часов затормозиться после общения с чужим компом, у которого такая настройка, что через 15 минут от общения с этим компом начинается дикая мигляня, потом в лучшем случае, в худшем случае белые пятна перед глазами. соответственно, просыпаюсь уже позже. И потом в этот график обратно втянуться я не смогу за один день, мне надо недели две. И вот как объяснить людям, что в принципе большая часть моих приступов потому что они не хотят слышать, что нет, я сейчас не могу помочь. Еще мне прикалывает, помираешь. К вечеру вроде более-менее отошел. Компьютер не включал, телефон не включал, ничего. Слушай, зайди ко мне вот это вот. Я говорю, я не могу это делать. Ну, хотя бы зайди вот это забери. Окей, зайду, заберу, заодно прогуляешься. Доковыряю на своей судорожной ноге, которую загнуть нормально нельзя, можно только если более-менее на разгибаться, если я иду на платформе. Нет у меня зимние обуви на платформе, есть у меня только летние босоножки. Еще какие-то ботинки, в которые я не могу одевать, если они еще живы. Ну, что-то не могу я их носить. Натираешь что ли они мне. Так вот доковыряешь и тебя сразу с порога припахивают. Если говоришь, что я не могу, я плохо себя чувствую, сегодня я словила утром приступ, вы у меня тут были свидетелями. то начинают выносить мозг, если бы ты себя плохо чувствовала, ты бы к нам не пришла. Соответственно, приходится это делать, а потом еще пару суток отваливаться и выслушивать, что это не потому, что меня запрягли и им посрать, что я еле живая, а потому, что, блин, это я сама виновата, что не сожжала какую-нибудь таблеточку или вовремя не съела кусок мяса. Или как в этот раз где он тут. я еще подумала с вечера того дня воскресенья прошлое. Думаю, наверное, уже надо жрать магний. И на следующий день меня долбануло. Ну, я выслушаю, и самое интересное, что у людей, у которых случаются похожие не такие приступы. Но похожие проблемы со здоровьем, просто случайные какие-то приступы, случайные какие-то проблемы. они, блин, не вникают, что это реально просто случайно могло случиться. Или в силу других каких-то обстоятельств. Что если, блин, прописано, это у меня апеллепсия после ДТП, во всем возможным обследованиям была она при этом первый раз в 2012 году, то, значит, она, блин, есть, просто она не случается, потому что я принимаю какие-то там действия для того, чтобы она либо была просто тупо судорогой, либо не была вообще. Кстати, благодаря утяжелителям, которые я купила новые, у меня тут и ампулы, ну, в смысле, и капсулы, и таблетки, я просто соединила их вместе. Это разный фирм. Магний, хеллат, и магний еще кто-то. С витамином В6. Чтобы место не занимали. Я думаю, они там в дружбе ничего не бордят. что на гнезе горькое, что таблетки противные. Я, конечно, негодую, у меня бывает такой агрессивный позитив, но он у меня раньше был, когда я какое-нибудь кино с неграми посмотрю, или аниме, или еще какую-нибудь книжку почитаю, где вот это угнетают незаслуженно других людей. потом он у меня бывает уже стал появляться иногда, когда вот лежешь, помираешь в очередной раз, а люди не понимают, что тебе, блин, хреново, что ты умеешь передвигаться в обмороке, что, в принципе, благодаря маме я могу переносить эти долбанные боли, не забывая. и что это на самом деле очень сурово и серьезно и тяжело, когда, блин, у тебя все болит, ты пытаешься как-то отвлечься, а тебя, блин, запрягают что-то делать с таким видом, ну ты же это можешь. Да потому что у меня выхода не было в свое время. Мне было либо сдохнуть нахрен от кучи таблеток, либо спустить их в унитаз и ходить в обмороке как следствие этих таблеток и привыкать ходить в обмороке. Короче, я не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет, но люди, просто что, если у вас, допустим, и, ой, блин, все хреново, хуже, чем у вас есть на данный момент, хуже не будет. Если у вас есть кто-то рядом с вами, не как я, вот я и кошка, да, и помощь зала иногда не дождешься, а иногда просто физически не вызовешь ее, потому что в деревне там он, дед вот помер теперь. Ну как бы один, все. Даже встать иногда не можешь, чтобы просто долбанный чайник поставить. То у вас еще не все потеряно. То нет смысла нагружаться в себя и думать, что, ой, все, песец. Вот только хуже, вот только хуже. Вот знаете, каждый раз, когда я думала, что вот, ну как бы, хуже некуда, случался какой-нибудь приступ, лежишь, помираешь, думаешь, все, песец, как это пережить вообще, когда это, как смогу я это пережить или нет. переживала нормально, все живое. Потом с юмором как-то это воспринимается. Так вот, если вам после этого все равно будет казаться, а, Леля не ответила на мой вопрос, позитива у меня не случилось, я вам скину ссылочку в закрепленном каменте на архив сказок у костра. Скачайте оттуда и читайте, когда вам хреново. Оно веселое. Даже если вы не поймете о чем там или о ком там. Даже если вы заглянете в список приложений, все равно не поймете о ком там, потому что я сама уже не помню 90% из тех, кто стал прототипом этих сказок. Тут же молоко все закончилось, надо было сегодня купить. А так, как в воду глядела, думаешь, что мне надо купить молока, магнит зайти. Ну, что-то так я не зашла и не купила. У меня там еще сыворотка есть. Можно согреть и попить. Это на переработку, это на сажение. Короче, почитаете, вам вот весело. Смерть продлевает жизнь. Почему говорят, что смерть продлевает жизнь? Потому что положительная эмоция немножко-то по чуть-чуть убивает негативную эмоцию, которая идет от какой-нибудь, допустим, мигрени. Я надеюсь, вы пожрали. Если хотите поддержать канал, можете это сделать. Это вот облако. Я скажу вам спасибо. Можете подарить мне какой-нибудь хороший чай. Я с вами его попью. Или что-то иное. Я вам его по-смрю. Если тут смотрят те, кто еще и смр любит. Если вы хотите меняшние друзьяшки ВКонтактики и при этом вы подписаны на меня в Терегу и периодически со мной в камень там где-то что-то перетираете, то можете дать знать. Я вас добавлю, потому что я сегодня увидела лайк от Ани. Думаю, блин, она чего ВКонтакте есть. Смотрю, она даже на меня подписана и ее зафрендила. Может, вам повезет, я вас зафрендю, если вам это надо, допустим. Ну и как бы всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok